В эфире специальный выпуск актуального интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно раз в месяц в этой студии мы встречаемся с депутатом Петром Смирновым, чтобы обсудить самые яркие, на наш взгляд, городские события. Петр, привет! Здравствуй, Лидия! Предлагаю начать сегодняшний разговор с темой рекламных конструкций. Наконец, прошел аукцион на размещение рекламы на этих трех местах, всего трех, которые остались в городе. Расскажи об итогах этого аукциона и как теперь будет выглядеть наружная реклама в Сарове. Ну, мы с тобой ее традиционно, эту тему обсуждаем. Я думаю, что по нашим выпускам можно уже хронологию событий составлять. И тот, кто интересуется, может посмотреть предыдущие выпуски. Мы там подробно разбирали, да? Да, в названиях выпуска тема есть. Да, какие изменения, когда происходили и что... И к чему пришли. Да, к чему мы, собственно говоря, пришли. Ну, наверное, опять я начну с исторической справки. К тому, что в 2021 году, уже в новом составе Думы, было принято решение, одним из авторов этого решения был я, о переходе на новую форму проведения торгов с конкурса, где есть множество условий, помимо цены, на аукцион. Где только деньги решают. Где решают деньги и действуют нормативные акты, такие как закон о рекламе и положение о размещении рекламных конструкций на территории города, которые определяют форму, вид, качество благоустройства, качество освещения, конструктивные особенности, вот именно наружные рекламы. Ну, это понятно. Есть закон, есть ряд правил, а в основном, кто больше предложил денег, тот и получил рекламное место. Все так. И действительно, цель была этого решения и этих изменений в том, чтобы более эффективно использовать возможности города по доходам в бюджет. А какие возможности города по доходам в бюджет, если количество рекламных мест, я извиняюсь, сократилось практически с 30 до 3, в 10 раз? Больше, чем в 10 раз. Их было, по-моему, 36 или 38, тут уже более, чем в 10 раз. Но на самом деле причину такого резкого сокращения мест сложно сказать, да? Почему администрации, готовя проект решения о схеме размещения рекламных конструкций, которые они представляли в Думу, было не 36, а 20 мест? Но вдруг они утверждают схему только с тремя конструкциями. То есть я не знаю, в чем причина внутреннего конфликта. Я могу предположить, потому что, может быть, год назад плюс-минус главный архитектор Михаил Кашпаев выступал в Центре поддержки предпринимательства с темой о сокращении визуального шума, что количество визуального шума в городе должно сокращаться. Возможно, в рамках этой концепции сократили количество рекламных мест. Возможно. Но не так радикально я считал, конечно. Но вот аукцион показал, насколько наружная реклама сейчас востребована у рекламных агентств, которые желают их поставить, собственно говоря. Каким образом они показывают? Значит, ценой, результатами аукциона, да, где стартовая цена у каждой конструкции была, по-моему, 2 по 95 рублей и 1 75 или 78 тысяч рублей. Это стартовая цена аукциона. 95 и 75 тысяч рублей. Да, 75 тысяч. Значит, 2 конструкции. Это на проспекте улицы Захарова. Улица Захарова, да, это около пересечения с улицы Давиденко. Ну, если представляете, это рядом с Новым мостом. Это на улице Железнодорожная. Она там раньше стояла перед товарной базой. Это рекламная конструкция. И вот за 75 тысяч это рекламная конструкция на объездное с улицы Силкина на улицу Академика Харитона. Ну, такие себе места. Да, места, ну, не самые лучшие, будем говорить так. Это не улица Курчатова, не улица Московская, не проспект Музрукова, да, там, да, даже улица Силкин, да, на перекрестке Чапаева более востребованы, с моей точки зрения, места. Итог конкурса, аукциона, до сих пор по привычке конкурсом называю. Итог аукциона. 450 тысяч рублей в год за место на проспекте, на улице Захарова. Это с 95 тысяч? С 7 тысяч до 450. Это серьезно. Да. Почти в 5 раз. 430 тысяч за место на улице Железнодорожная. И почти 200 тысяч без малого за место на объездной Силкино-на-Харитон, где-то там недалеко от газовой станции. А эти деньги вообще окупятся, я не знаю, на таких местах? Я, когда считал экономику этого, ну, как проекта, да, возможности там размещения, моя максимальная сумма с точки зрения вообще возможной доходности, ну, это именно местных, да, рекламных агентств, виделось, ну, максимум 240 тысяч в год. То есть вот для меня, ну, вот моя экономика, да, то есть если я участвую в конкурсе. А это 450 тысяч в год, то есть на 5 лет конкурс, да? Да. А аукцион, я тоже по инерции конкурс, то есть это 450 на 1,5, 2,5 миллиона с места, да, получается? Ну, вот если суммарно посмотреть, это миллион в год, чуть больше миллиона в год за 3 места, да, при том, что, как правильно заметила там вот администрация, когда выпускала свой пресс-релиз, заметила о том, что с 38 мест в предыдущем конкурсе было 3 800. Так потому что там был конкурс. Все правильно, все правильно, потому что тогда, как мы с тобой говорили уже неоднократно, победил не тот, кто дал больше денег, а тот, кто дал меньше всех денег, но какие-то другие условия, которые конкурсная комиссия сочла более предпочтительными, да. Значит, сейчас мы говорим, что если добавить еще 6 метров в городе, да, и сделать всего 12, то, в принципе, можно выйти на те же самые цифры, добавьте, кстати, места получше, и из-за них будет еще больше драк. А ты сказал такую фразу, что местным рекламным агентствам экономика неинтересна, то есть победили не местные. Да, победили не местные рекламные агентства. Честно говоря, сейчас я даже их назваю и не вспомню, потому что, ну, вся информация есть в открытом доступе, можно, в принципе, найти. Это действительно нижегородские рекламные агентства. Скорее всего, они это делают с точки зрения получения некого объема рекламных мест. То есть вот у них есть рекламные места в Нижнем Новгороде, там, в Арзамасе, в Иксев, в Кстово, в Дивеево, в Держинске. И теперь они есть в Сарове. То есть и когда они предлагают какому-нибудь рекламодателю, ну, например, МТС, условно, не реклама, да, федералом каким-то, что у нас сетка такая, и они берут с них не за конкретное какое-то одно место размещения, да, там, 100 рублей условно, а берут там несколько миллионов рублей за весь объем размещения. То есть это другая совершенно бизнес-модель, на которую наши местные рекламодатели, они, ну, не рассчитывают. То есть они не имеют таких возможностей привлечения федеральных рекламодателей. Скорее, местные рекламные агентства встраиваются в эти федеральные истории, да, к более крупным рекламным агентствам, которые у них выкупают места иногда для федеральной рекламы. Тогда у меня такой вопрос. Что же делать местному бизнесу? Потому что реклама в интернете сейчас должна маркироваться. Это очень сложно, и некоторые просто от этого отказываются, чтобы не связываться. Наружная реклама, по сути, для местного бизнеса, она как таковая ушла, но остается только канал 16. Да, остаются, конечно, традиционные каналы распространения рекламы, как их называют. Это и традиционные СМИ, там, как газета, телевидение, радио, и они никуда не уходят. Действительно, скорее всего, спрос переместит, спрос рекламодателей, естественно, переместится в эти источники, да. Ну, или, допустим, произойдет по-другому. Например, начнут обклеивать газели рекламными баннерами, как это уже у нас в городе происходит, и просто будут парковать газели на самых, так сказать, проездных, проходных точках. Ну, такая замена... Создавая еще более некрасивый вот этот вот визуальный шум. Да, да, действительно, потому что газели используются явно не новые и некрасивые, а самые старые и убитые. Знаешь, у меня такое двоякое чувство. Я, конечно, как главный редактор традиционного СМИ, я рада в том плане, что реклама пойдет к нам на канал, в том числе и в наши группы ВКонтакте, потому что у нас есть все нормативные документы, чтобы соблюдать требования законодательства, и нашим рекламодателям не нужно заботиться о том, чтобы была маркировка, об этом заботимся мы, имейте в виду, дорогие рекламодатели. Но, с другой стороны, мне кажется, по бизнесу это все равно некий удар, потому что реклама – это двигатель торговли, так было всегда, и даже в Сарове, где сильно сарафанное радио, все равно реклама важна. Ну, мы с тобой это уже в прошлом выпуске обсуждали, потому что ситуация с сокращением, кардинальным сокращением количества рекламных мест, она плоха для всех. То есть всем с точки зрения, что и для бюджета, доходы бюджета падают, потому что у тебя ресурс сократился, и для рекламных агентств, потому что они не будут зарабатывать на этом виде бизнеса, и для рекламодателей, для которых есть потребность в размещении наружной рекламы, мы это видим по газелям, которые стоят в городе, уже появились, но они не могут цивилизованным путем реализовать эту возможность, и для них, например, не всегда интересны традиционные какие-то рекламные ресурсы, им вот нужно именно обязательно баннер, именно наружка нужна. Поэтому, конечно, страдают все, и прикрываться тем, что мы вот тут боремся с информационным шумом за красоту города, согласен, но давайте в меру подходить к этому вопросу и все-таки создавать цивилизованные условия для всех, то есть и не вредить собственному городу и бюджету, в первую очередь. А скажи, пожалуйста, вот эта карта размещения рекламных конструкций, она 5 лет, она не может быть... Нет, конечно, в нее можно вносить изменения, и, насколько мне известно, в нее будут вноситься изменения, добавляться новые места, и очень важно то, что администрация в этот раз аукцион разыграла на каждое место отдельно, то есть одна конструкция, один лот. Не пакетами. Да, не было такого, что вот там 10-15 мест в одном лоте. А, то есть сейчас могут добавлять какие-то места и снова... По одному, по два, по три, на каждый из них проводить по отдельному аукциону. Сейчас предлагаю обсудить тему, которая напрямую затронет саровчан только через два года, но события уже начинают закручиваться. Это кадастровая стоимость квадратного метра жилой недвижимости. Насколько я знаю, сейчас рассматривается повышение в разы. Расскажи поподробнее, пожалуйста. Да, тема на самом деле очень важная, и не все догадываются как бы об истоках и о последствиях. Во-первых, надо понимать, что все, кто владеет квартирой, ну, просто я владею, например, какой-то недвижимостью, назовем это жилое помещение, квартира, дом, неважно, там, доля в квартире, так или иначе. У нее есть кадастровая стоимость, которая записана в Едином государственном реестре недвижимости. Именно от этой кадастровой стоимости считается налог. Все правильно. Именно из этой кадастровой стоимости считывается налог на имущество физических лиц, которые платятся в местный, в региональный бюджет. И, собственно говоря, чем выше ставка не меняется налога, она как была установлена, так она и остается. Но база расчета налога кадастровой стоимости меняется кардинально. Мы с этим столкнулись, предприниматели Сарова столкнулись с этим, когда на нежилую недвижимость поднялась кадастровая стоимость, и налоги у некоторых в 40-50 раз выросли. Мы эту тему обсуждали, в том числе и с тобой. Да, проблема в том, что предприниматели очень чутко следят за своими налогами, за своим имуществом. И там разговор шел про имущество, которое нежилое. То есть это там цеха, здания, склады, торговые центры и так далее. И они борются всегда, пытаясь доказывать, что кадастровая оценка несправедливая или необъективна, и идут в суды. Идут в Думу. Да, идут в Думу, которая там, да, действительно, идет им навстречу, дает скидки. Но когда речь касается множества людей, и это происходит достаточно скрыто, то есть вроде бы казалось, ну да, с предпринимателями у нас налажен диалог, Центр поддержки предпринимательства рассылает документы, предупреждает и так далее, что там, уважаемые предприниматели, обратите внимание, идет процесс перерасчета. Но в этот же момент происходит перерасчет и по кадастровой стоимости квартир. И жителям об этом почему-то никто не говорит, что там, уважаемые жители, ваша кадастровая стоимость вырастет в 2,5-3 раза. Но ты же как-то нашел эту информацию. Да, тут просто случайным образом, вот опять же, Центр поддержки предпринимательства рассылает файл Excel в публичном доступе, выложенный документ на сайте государственного учреждения «Кадастровая оценка» о том, что они провели переоценку и теперь принимают пожелание и предложение, так сказать, в определенный срок. Я открываю и смотрю, что там очень много квартир. И я начал искать, а какова же была кадастровая стоимость и какую новую они применили. И выяснил тенденцию, которая, в принципе, достаточно упрощенная, очень сильно упрощенная и выглядит она следующим образом. В старом районе это 78 тысяч с копейками за квадратный метр, а в новом районе это 102 тысячи за квадратный метр с копейками. То есть кадастровая стоимость сейчас будет зависеть от территориального признака? По сути, кадастровая оценка ГБУ, государственное бюджетное учреждение, оно так и называется, приняли, видимо, такое взвешенное решение по дифференциации нашего города, что вот вроде в старом районе дешевле, а в новом районе дороже. Но при этом в новом районе есть здания достаточно старые. Да, и вот тут начались нюансы, как говорится. Я ради интереса посмотрел стоимость квартир именно в этом файле, все эти объекты перечислены, и стоит напротив них цена, значит, кадастровая. Ну, например, улица Зернова, двухэтажные дома, даже без ванн, где у них ванн на кухне стоят. Цена 102 тысячи за квадрат. Рядом стоит такой же дом, ну, не такой же, да, стоит дом, пятиэтажный, с мусорокамерой, со всем благоустройствами, видами и так далее. 90-х годов постройки, 102 тысячи за квадратный метр. То есть явно по качеству и типу жилья никакого дифференцирования не было. Так же, как, например, в старом районе, ну, как называют у нас хрущевки, да, первых типовых, первых типов, это вот с покатой крышей, да, и 70-х годов постройки дома уже, как их прежние в Кинзово, или как-то, они стоят одинаково, 78 тысяч за квадрат. Но опять же, качества разные, да. Это пока не утвержденный документ, это предложение. Пока нет, но сроки внесения предложения упущены, к сожалению, да, потому что собирали предложение до 4 октября, этот срок прошел, и никто о нем даже, как говорится, не позаботился. Коммерсанты-то позаботились, потому что их собирали отдельно, им рассказывали почему, как, из-за чего. И, действительно, ГБУ, как его там все называют, да, они научились как-то дифференцировать коммерческие объекты. Но вот жилье они не стали дифференцировать. Чем это грозит, да, то есть каждый может найти, сколько он платит налог, ну, и множить его просто на три раза. Вот, когда это произойдет? Если все пойдет дальше, как идет, то эту кадастровую оценку утвердят до Нового года, а она вступит на следующий год, а срок уплаты налога на имущество еще через год. Итого через два года. Да, то есть уплата этого налога по этой новой кадастровой оценке произойдет в 2025 году. Скорее всего, единственный аргумент, которым руководствуются при вот таких действиях, да, органы власти, там, области, это о приведении кадастровой стоимости к рыночной стоимости. Вот. И понятно, что, да, имея практически самую высокую стоимость жилья, там, ну, с нами только нижний конкурировать, да, в области по цене квадратного метра, понятно, что очень велик соблазн, да, взять и резко подтянуть кадаструю стоимость к рынку. Вопрос дифференциации именно качества, да, самих зданий, что не все квартиры стоят там одинаково, и многие из них, кстати говоря, вообще-то находятся в зоне реновации будущей, да, уж неизвестно, когда она состоится и так далее. Но тут некая справедливость нарушена. Угу. И как быть, что делать? Ну, сейчас, наверное, имеет смысл задавать вопросы, по крайней мере, найти этот файл, да, я даже думаю, что мы можем его вот к нашему выпуску в нашей социальной, в группе социальной сети ВКонтакте приложить этот файл к этому выпуску, вы найдете его в прикрепленных документах, и самим попробовать найти, да, свою квартиру, свой адрес, свою новую стоимость. Но если мы уже не можем вносить предложение, просто принять как должное? Слушай, ну, была ситуация, когда с предпринимателями, там тоже уже нельзя было вносить предложение, но тем не менее, когда началось массовое обсуждение этой истории и брожение, так сказать, умов, пошли навстречу. Да, сейчас, я думаю, точно такой же процесс, когда действительно будет массовое возмущение тем, что с какого вдруг у меня такая кадастровая стоимость, и налог у меня теперь будет, там, не тысячу рублей, там, а три или даже больше, вот, ну, условно тысячу, да. То есть понятно, что три тысячи в год, может быть, не такая сильно большая сумма, вот, но в некоторых случаях это, там, и до пяти, и до семи, и до десяти тысяч может доходить, в зависимости от площади, размера квартиры и так далее. Ну и давай о спорте. Стартует хоккейный сезон, и, насколько я знаю, была на комитете в Думе, на котором обсуждали проблемы с морозильным оборудованием в Ледовом дворце, и вставал вопрос, а не сорвется ли вообще этот хоккейный сезон, и не придется ли нам играть под открытым небом или у соседей где-нибудь в Первомайске свои домашние матчи. Ну, ситуация, на самом деле, сложная, и тут как бы даже некому предъявлять, с одной стороны, претензии. Возникла она еще весной этого года. Расскажи поподробнее, что за ситуация. Да, я вот в этом плане, конечно, не главный инженер Ледового дворца, но, насколько вот мне объясняли и специалисты, и директор департамента молодежи и спорта о том, что произошло, отказал один из блоков холодильной установки. Их там два, и, собственно говоря, один вышел из строя окончательно. Санкции, его невозможно достать. Фирма, по-моему, американская, которая еще в 2000-х годах строила эту холодильную установку фирмы «Йорк». И эта холодильная установка стоит уже 20 лет больше. Да, они 15 лет обязаны поддерживать, были там, производить запчасти. Это морозильная установка начала 2000-х годов производства. Все, 15 лет вышли, запчастей не найти. Одна установка, то есть их два блока, один работает, и когда на улице сильный плюс, лед тает. Ну, потому что не справляется установка с тем, чтобы его заморозить. И так было уже примерно в конце апреля, в начале мая, вот этой весной, когда не смогли даже доиграть сезон некоторые команды в внутренних чемпионатах, и не смогли закрыть хоккейный сезон на льду. Потому что не лед, а лужа была. Просто лед растаял, да, потому что на улице наступила хорошая плюсовая температура. Очень теплый сентябрь. Тоже, собственно говоря, ставил под вопросы, а будет ли вообще, то есть как бы, там, или не звенится ли у нас начало учебного процесса, да, на льду именно, что, ну, школа-то уже началась, да, а заморозить никак не получается. Вот, но вроде как специалисты говорят о том, что если вот на улице минус, то, ну, вроде как и лед будет замерзать. Но, тем не менее, на погоду надеется такая себе история, наверное, нужно это оборудование менять. И я знаю, что чуть ли не в ближайшую корректировку депутаты планировали внести средства на разработку, то ли ПСД, то ли уже покупку. Вот сейчас у нас как раз в Думу пришла корректировка бюджета, вот, она в ближайшую, там, неделю-две будет рассматриваться, и мы там ее, собственно говоря, увидим, или она там есть, или ее там нет, этой корректировки и этих средств на проектирование. Вопрос стоит о замене. Ну, понятно, что там уже чинить нечего, да. Вот, на оборудование какой-нибудь другого производителя, там, неважно, это Китай, Россия, там, да кто угодно, лишь бы была поддержка и была возможность производителей, да, ремонта запасных частей. Возможно, даже с точки зрения замены самого принципа работы, то есть это не градирня на крыше, да, а внешний блок с воздушным охлаждением. Пытаются разработать, сначала надо разработать проект, то есть разработать проект, какое оборудование будет использоваться и насколько оно будет соответствовать вот этой замене, потому что зачастую нас так говорят, да, у нас будет все параллельно, а потом раз, и все выключают, потому что, ну, по-другому уже никак. То есть все выключают, дети поехали в Первомайск в Вардатов, вот, так же, как и все соревнования, да, домашние. А что такое домашний матч, например, хоккейного клуба Саров в чемпионате области? Ну, это просто, соревчане никуда не поедут болеть за своих в соседние фоки. Мы ездили, но вспомни, что было, когда приехал туда Сеченов. Ну, да. То есть когда наши болельщики туда не поехали, но на Сеченовске приехали. То есть, по сути, команда лишится даже домашней арены и поддержки домашним зрителям, да. Вот, шестого игрока на поле лишится, это такая история. Ну, я думаю, что через месяц мы еще вернемся к этой теме и узнаем, как обстоят дела, будет ли ремонт, нашли ли деньги в бюджете. А пока давай непосредственно к самому хоккейному сезону, как готовность команды, как твое ощущение по отношению к нашим игрокам, ждать ли победы, ждать ли ярких игр. Ну, во-первых, да, и произошли небольшие, будем говорить так, изменения в команде. Сменился главный тренер, теперь это Сергей Витальевич Кулебакин. Он же, да, заместитель директора Ледового дворца по учебной работе, то есть, собственно говоря, тренер в хоккейной школы. По поводу состава, по-моему, там не сильно много изменений, вот, но остались все, кто хотел, как говорится, играть в хоккей, да, и действительно состав есть, и интерес к продолжению участия хоккейного клуба в чемпионате области есть. Первую игру играют в Сеченова, игра, собственно говоря, победителя предыдущего чемпионата с вторым местом, да, то есть, вот, добились того, что мы, как бы, такой, должны матч-реванш сыграть, но на их поляне, да, и Сеченову это всегда очень тяжелый выезд, мы знаем, что сеченовские болельщики, это прямо помрачительные болельщики, и всем большой привет, вот, я их очень люблю и уважаю, это вот за их боление, да, важно то, что и наш, как бы, костяк болельщический, он остался, он крепок, дружен и готов к сезону, и, как бы, все готовы ехать, в том числе и в Сеченову на первый матч поддерживать, ну, а мы традиционно проведем первую трансляцию хоккейного матча 28 октября, домашней игры, первая домашняя игра, я думаю, что расписание вы найдете, расписание матча найдете в группе хоккейного клуба «Саров», вот, сейчас я точно не помню просто, с кем мы первую игру играем, домашнюю игру, да, но традиционно все игры постараемся оттранслировать в прямом эфире, если вы не сможете попасть в Ледовый дворец, то всегда. 28 октября в Ледовом дворце и на наших площадках. И на наших площадках, да, пожалуйста, и подписывайтесь, и не пропустите нашу первую игру. Спасибо за ответ, как всегда было информативно и интересно, ну, а с вами увидимся на канале 16, пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok